Добрый день, дорогие студенты! Сегодня мы будем с вами проходить новую грамматическую тему, которая называется to be going to. В каких случаях используется? Самый первый случай, когда мы говорим о своих планах, либо второй, когда мы используем его, чтобы рассказать о своих намерениях, и третий, когда мы чётко видим, что сейчас что-то должно произойти. Вот в этих трёх случаях мы используем to be going to. Сейчас я вам на примерах покажу, как его более эффективно использовать. Сама формула это to be going to, то есть вместо to be мы вставляем как am, is, are. Если не помните, посмотрите, пожалуйста, первое видео, где ясно и чётко объясняется, в каких предложениях должны быть употреблены все глаголы именно времени to be. Теперь, например, как всегда, утверждение, отрицание и вопрос. Утвердительные предложения. Я собираюсь читать газету. I am going to read a newspaper. То есть здесь I – это местоимение, M – это у нас глагол to be, going to – это собираться, намереваться. Что сделать? Читать газету. Read a newspaper. Здесь после to be going to у нас глаголы не меняются, остаются в своей первоначальной форме, либо в форме инфинитива. Посмотрим второе. Вы собираетесь путешествовать по всему миру. You are going to travel over the world. Он собирается отпраздновать день рождения. He is going to have a birthday party. То есть вечеринка. Она собирается посетить Лондон. She is going to visit London. И так далее. Мы можем проработать со следующим местоимением. Is it going to work? Собирается ли это работать? Да, можем добавить. We are going to work. Мы собираемся работать. Они собираются читать газету. They are going to read a newspaper. Либо мы сокращаем. They are going to read a newspaper. То есть быстрее говорим. Теперь посмотрим это же время, только в отрицательных предложениях. Как я в предыдущих говорила, в видео у нас в английском языке. Отрицание создается с помощью частицы, как not. Переводится оно как не-не. Здесь not добавляется к глаголам to be. То есть То есть я не собираюсь делать вечеринку. Вы не собираетесь. You are not going to read a book. Он не собирается писать. He is not going to read. Она не собирается путешествовать. She is not going to travel. И так далее. He is not going. It is not going. We are not going. They are not going. Либо мы сокращаем. They aren't. They aren't going. She не is not, а isn't. She isn't going to have a party. Сокращение для того, чтобы у вас speaking был более-менее похож на носители языка, чтобы вы быстрее разговаривали. А полную версию мы пишем, когда для эссе, для айлса, для тойфл, для экзаменов каких-либо, иностранных, либо международных. Тогда вам требуется, нужно писать полностью. Так как вы хотите развивать навыки разговорные, тогда вам лучше всего сокращать эти глаголы. Теперь то же самое время посмотрим в вопросительное предложение. То есть вы собираетесь что-то делать? Вы собираетесь путешествовать? Вы собираетесь это сделать? Вы собираетесь поужинать? Вот в таких предложениях у нас все глаголы to be, как M, B, S, R, тоже уходят вперёд. И у нас получаются уже вопросы. То есть вы собираетесь путешествовать? Are you going to travel? Она собирается купить машину? Is she going to buy a car? А в вопросительном предложении, когда нам требуется полная деталь, мы уже вперёд ставим вопросительные слова. Так как what, when, why, how и так далее. Что они собираются сделать? What are they going to do? Когда они собираются приехать? When are they going to come? Это были основные моменты использования present continuous. Сейчас я вам покажу, как отличать present continuous от future и какие ошибки не стоит допускать. Теперь продолжаем ту же тематику использования будущего времени to be going to. Многие студенты совершают одну и ту же ошибку. Называется это common mistake, общая ошибка. Сейчас будем это всё исправлять. Бывают случаи, когда студенты говорят I'm going to go home. То есть здесь у нас есть первый go. Потом они говорят ещё второй go. И это получается уже тавтология. Когда один и тот же глагол вы два раза повторяете. Либо во втором предложении посмотрите. Она собирается идти или ехать в Лондон. Когда у нас в предложениях есть один глагол, не надо его два раза повторять. Это считается очень грубой ошибкой, когда люди говорят I'm going to go home. Как это предложение можно сказать? I am going home. Либо здесь She is going to London. То есть два раза не повторяем. Поэтому здесь стоит такой смайлик. Не делайте такую ошибку. Теперь, если перейдём к объяснению to be going to, как отличать от других времён. Я вам привела несколько примеров. Сейчас их разберём. Первое. I am having dinner with parents tonight. Я собираюсь, либо я ужинаю с родителями сегодня вечером. Здесь употреблённое время это present continuous. Во втором предложении I am going to have dinner with parents tomorrow. Я собираюсь ужинать с родителями завтра. Здесь у нас употреблённое время to be going to. В третьем предложении I will have dinner with parents too. Я буду ужинать с родителями тоже. Здесь у нас употреблённое время future simple. В чём их разница? Вот встретились два друга. Этого зовут Алекс. Этого зовут, допустим, Мартин. А Дэйв. Третьего зовут Дэйв. Мартин уже, вот именно используя present continuous, он уже заказал ресторан, где он будет с родителями ужинать, заказал примерное меню, предупредил родителей, запланировал ужин, как он будет. То есть он всё сделал, запланировал и ещё и организовал. Здесь вероятность того, что это произойдёт, сто процентов. Ну, можно сказать, девяносто девять, исключением именно форс-мажорные обстоятельства. А если мы посмотрим на второго человека, Мартина, значит, он только запланировал это. Прежде чем, как встретиться с Алексом, он думал, не пойти ли мне в ресторан с родителями, поужинать, отдохнуть. Но он ещё не начал искать ресторан, не предупреждал родителей, просто в голове сделал свой план. Тогда мы используем to be going to. А третий вид, Dave, он услышал разговор Алиса и Мартина о том, что они собираются ужинать. И он в момент того, как они разговаривали, в момент разговора, либо диалога, он принял решение тоже сходить с родителями в дорогой ресторан поужинать. Тогда он употребляет. I will have dinner with parents too. То есть, will здесь вероятность того, что она произойдёт 50%. Он просто в момент принял решение. Но он ещё не точно. А Мартина у него, то, что это произойдёт, около 60% до 70%. Так как он уже это в голове запланировал. Теперь, как это использовать? Если вы на улице увидели бабушку, которая с тяжёлыми сумками идёт, и вы говорите, I am helping you, тогда это получается, вы планировали, организовывали это событие. Нет, это не так. I am going to help. Значит, вы утром встали и про себя думаете, вот встречу бабушку, обязательно прибегу к ней и начну помогать ей. Тоже это нереально. То есть, вы в этот момент увидели бабушку с тяжёлыми сумками, в этот момент вы приняли решение помочь, поэтому используется I will help. А to be going to мы используем, когда что-то запланировали, обдумывали, кое-какие моменты решаемые, тогда используем to be going to. Не путайте эти времена, когда мы говорим о будущем времени, потому что это определяет ход ваших мыслей. Вы об этом думали, либо думали, организовали, или в момент разговора приняли решение. Надеюсь, было видео очень полезным для вас. Если будут вопросы, обращайтесь, всегда рады ответить.